Добрый вечер! Это информационно-аналитическое шоу «Смотрите сами», в котором мы говорим о самых заметных событиях из жизни науки и образования нашей республики, ее столицы, о ярких и просто талантливых людях. И на минувшей неделе были все поводы много и подробно говорить как раз о весьма неординарных и талантливых людях, что создают сегодня и на многие годы вперед славу своей профессии и своей стране. 8 февраля отмечался День российской науки. И не стоит уходить в детальное прошлое, чтобы убедить кого-то, что политика, экономика, искусство и спорт в разные периоды нашей истории по-разному влияли на имидж страны и не всегда однозначный след оставляли потомкам. Но вот наука российская со времен Ломоносова мало давала поводов краснеть и испытывать неудобства многим поколениям россиян. Не всегда безоблачным был путь людей одаренных и гениальных. Со всем незолотым дождем и овациями он сопровождался и сопровождается. Но именно их труды были и остаются главной гордостью России. Уже по традиции в Москве в этот день президент страны участвовал и чествовал лучших молодых ученых. А Министерство образования и науки отмечало своими премиями самых верных науке ученых и коллективы, занимающиеся ее популяризацией. А в Казани, помимо многочисленных мероприятий, что проходили в вузах и исследовательских центрах, Академия наук республики официально, торжественно пополнила свои ряды новыми академиками и членами-корреспондентами, что по праву являются гордостью современного Татарстана. В день российской науки 8 февраля на очередном заседании Академии наук республики Татарстан вручили диплом действительного члена Академии наук ректору КФУ Ильшату Равкатовичу Гафурову. Получение звания академика в республике Татарстан достаточно для меня личное почетное звание, признание той работы, которой я посвящаю каждый день своей жизни. Отрадно, что в то же время это признание нашего университета, поскольку я работаю ректором уже в течение шести лет, и все ректоры Казанского федерального университета, Казанского государственного университета с самого первого дня были, в общем-то, членами Академии наук Татарстана. Голосование проходило 22 декабря на отчетной конференции Академии наук республики Татарстан. Там ректор Казанского университета был представлен от отделения социально-экономических наук Академии наук республики Татарстан, где его кандидатуру поддержали единогласно. Выбор на нее пал не случайно. Ректор Казанского университета не только успешно справляется со своей должностью, но и добивается достижений в научной области. Им опубликовано более 70 научных статей в журналах, индексируемых в базах «Скопус» и «Ринц». Он также вносит свой вклад в развитие системы высшего образования республики и продвижения Казанского университета в списке лучших университетов мира. Этот год был для меня особенный, поскольку в один и тот же год я в то же время избрался и в Российской Академии образования. В моем лице, я думаю, мы увидим интеграционный мостик между двумя академиями. Помимо ректора Ильшата Гафурова в состав Академии наук Республики Татарстан вошли еще шесть представителей Казанского федерального университета. Всего в этом году звание в Академию наук Республики Татарстан получили 23 ученых. Численность организации заметно увеличилась. Всего в Академии наук после голосования и вручения дипломов стало 134 члена корреспондента и академика. Требовательный зритель, как и талантливый исследователь, давно уже не верит просто словам и ярким оборотам речи, а требует, как говорят в науке, опытных подтверждений, что все, о чем говорят, так и есть. Вот говорим о достижениях науки, а покажите хоть один пример. И это вполне оправдано. Увы, но практика жизни, где нередко реальные возможности, что открывают научные знания, коверкаются до неузнаваемости, не лучшие организации способностями исполнителей, заставляют из раза в раз требовать подтверждения, что в части научной проработанности у нас действительно все не так уж проблемно. Ну вот, реальное здравоохранение ежедневно оставляет у многих столкнувшихся с ним не лучший след в памяти, а часто и в здоровье. Но это вовсе не значит, что наша медицинская наука не готова сегодня бросать вызовы и находить ответы на самые острые проблемы человечества. Это касается и в целом медиабиологических исследований в стране и тех их направлений, что реализуются в Казани, в Казанском федеральном университете в частности. Впрочем, смотрите сами. После официального принятия федерального закона об охране здоровья граждан в Российской Федерации, Казанский университет начал работу над созданием новейшего трансляционного цикла. Речь идет не только об исследовательских центрах для фундаментальных исследований, но и о центре клинических исследований. А что касается новейших проектов, то в настоящий момент ученые КФУ уже трудятся над проектами нейрореабилитации, фармакогеномики и проектами по использованию стволовых клеток для лечения ряда заболеваний. Данные проекты уже находятся на стадии реализации. Основная помощь – это трансплантация кроветворных стволовых клеток, потому что если при наработке новых клеток крови сбился алгоритм, например, больше лейкоцитов вырабатывается, это уже лейкозы какие-то, то надо, значит, соответственно, весь этот росток кроветворный убить, но когда ты убьешь кровь, клетки крови не будут появляться, и значит, надо посадить новые. Этот проект является действительно целостным. Сюда вовлечены не только медики, но и специалисты – от фундаментальных биологов до физиков, химиков, айтишников. В этом заключается уникальность проекта. Возвращаясь к вопросу о стволовых клетках, стоит отметить, что в казахском федеральном функционирует биобанк для работы в области клеточных технологий. И теперь крайняя степень заблуждений вокруг вопросов о стволовых клетках однозначно исчезнет. Мы занимаемся сохранением стволовых клеток, выделенных из пуповины крови. Пуповина крови забирается сразу после рождения ребенка. Образец силами наших сотрудников привозится в биобанк, уделяется концентрация стволовых клеток. Образец проходит частичное обследование, подготовится к замораживанию, замораживается, закладывается на карантинное хранение. Немало важно то, что доступная возможность сохранить свои стволовые клетки есть у каждого. Данная услуга является коммерческой, но не очень дорогой. При условии, что образец стерильный, мы готовим документы, только после этого происходит оплата. То есть авансов предоплаты вносить ничего не нужно. Сумма основного договора 39 500. Сюда входит привезти пуповинную кровь в лабораторию, выделить концентрат, провести полное обследование и первый год хранения. Медики и ученые Казанского университета утверждают, в мире действительно есть такие проблемы, решения которых невозможно без стволовых клеток. К примеру, известная телеведущая Ксения Собчак решила сохранить стволовые клетки своего ребенка, которые, безусловно, еще могут быть полезны. Она правильно это сделала, потому что, так сказать, после рождения ребенка, когда ребенок родился, плацента еще не отошла. В плаценте, после отсоединения ребенка от плаценты, до 200 миллилитров крови ребенка. Но концентрация стволовых клеток кровотворных вот в этой плацентарной крови, она такая же, как в красном костном мозге. Вопрос о геномике также переживает дым во всем мире. Известно, что в каждой клетке в ядре записана генетическая информация обо всем. Здесь важно выяснить, какие гены работают, чтобы выявить необходимую информацию. Яркий пример тому – история известнейшей актрисы Анжелины Джоли. Актриса пошла на мастоктомию, чтобы избавить себя от аномалий генов в клетках, спасая свою жизнь от встречи с онкологией. И, кстати, совсем недавно Республиканский онкологический центр провел с помощью КФУ масштабное обследование жительниц Казани. И когда их проверили на носительство этого дефектного гена, то оказалось, у казанских женщин таких дефектов мало, в отличие от американцев и европейцев. Но опухолей все равно много. Разгадка в генах. На сегодняшний день ученые и исследователи КФУ уже прилагают максимум усилий, чтобы ответить на этот большой глобальный вызов. Кстати, так совпало, что именно утро 8 февраля, день российской науки, ректор КФУ Решат Гафуров и его коллеги начали именно с инспекции реконструируемых и ремонтируемых объектов здравоохранения. Затем, как идут там работы, надо сказать, внимательно следят не только те, кто там работает, лечится или намерен лечиться. Но, простите за штамп, представители широкой общественности. Ведь заявка сделана на создание некого эталонного медицинского центра. Это раз. А еще речь идет о реконструкции объектов, долгие годы находившихся в запустении, несмотря на свою историческую значимость. Кстати, последнее создает, безусловно, и дополнительные трудности при организации ремонтных работ. Как, собственно, продвигаются дела, столь важные не только для университета, но и для всей республики. Смотрите сами в нашем сюжете. Сразу три медицинских подразделения Казанского федерального ожидает скорейшее преображение. А именно прямо сейчас проходит долгожданный ремонт в старинных зданиях на улицах Ершова-2 и Вишневского-2, а также бывшего военного госпиталя, которые переданы Казанскому федеральному. 8 февраля данные медицинские учреждения посетил ректор КФУ Ильшат Гафуров и начальник управления строительства, транспорта, связи, жилищно-коммунального и дорожного хозяйств аппарата кабинета министров Республики Татарстан Ильдар Сибгатулин. Цель визита заключалась в желании убедиться в исполнении сроков и качестве выполнения работ. Первой точкой стал хирургический комплекс университетской клиники. Визит интересен тем, что объект находится на последней стадии перед сдачей. Официально запуск всех блоков этого медучреждения запланирован на 1 марта 2017 года. Сейчас уже можно говорить о том, что новые стандарты предоставления медицинской помощи будут соответствовать всем мировым требованиям. Естественно, временные неудобства все же присутствуют. Отделение клиники рассчитано на 240 койко-мест, причем большая часть из них находится в введении хирургического отделения. Более того, ежедневно порядка 100 человек привозят сюда на скорой помощи. Однако, если хирургический стационар и приемно-диагностическое отделение на Ершова-2 могут слушать примером того, как должны выполняться поставленные задачи, то поликлиника на улице Вишневского-2, напротив, заставляет задуматься о многом. Также, как на предыдущем объекте, прием больных во время проведения ремонтных работ ощутимо дотянулся. Такое положение дел недопустимо, выразил свое мнение ректор КФУ. Более того, сметная стоимость работ за последние полгода выросла, в то время как результаты не радуют. Именно поэтому ректор КФУ занял бескомпромиссную и довольно жесткую позицию. В течение разговора ректор добился того, чтобы из сметы были вычтены те позиции, которые тормозят сдачу основных помещений. Последней точкой обхода стал бывший военный госпиталь. Ильшат Гафуров и Ильдар Сибгатуллин убедились в соблюдении сроков работ. Трудности на этом объекте заключаются в необходимости согласования всех этапов с Министерством культуры Татарстана. Ведь здание входит в число культурных наследий республики. Требования по его сохранению вступают в противоречие со здравым прагматизмом. Ведь вместо бетонных перекрытий этажей приходится использовать деревянные реконструкции, что умешает долговечность столь масштабной работы. Все особенности российской экономики, стоящей на пороге эры 4.0, обсуждали в минувший четверг на заседании совместной коллегии Министерства экономики и Министерства промышленности и торговли Татарстана. Тут для максимальной простоты изложения позволю себе обратиться к определению из Википедии относительно того, что есть промышленная революция 4.0. Так вот, это прогнозируемые события, массовое внедрение киберфизических систем в производство, обслуживание человеческих потребностей, включая быт, труд и досуг, изменение охвата самых разных сторон жизни, рынок, труд, жизненную среду, политические системы, технологический уклад, человеческую идентичность и другие, вызываемые к жизни экономической целесообразностью и привлекательностью повышения качества жизни. Четвертая промышленная революция несет в себе риски повышения нестабильности и возможности коллапса мировой системы, в связи с чем ее наступление воспринимается, как вызов, на который человечеству предстоит ответить. Вот, как бы, самое уж простое определение. Хотя, конечно, сложное. Хотя понятно, что все очень даже не просто, еще раз я повторюсь, а революционно угрожающее. Как ясно и то, что новая экономика знаний, больших данных и интернета вещей на первое место выдвигает интеллектуальные решения, которые призваны не только удержать саму экономику, но и общество от стремительного коллапса. И, наверное, поэтому коллегия экономического блока правительства Татарстана проходила в стенах именно Казанского федерального университета. 9 февраля в КСК КФУ «Уникс» состоялась совместная итоговая коллегия Министерства экономики Татарстана и Министерства промышленности и торговли республики с участием президента Рустама Мениханова. Тема всех докладов затронула инновационное развитие предприятий как основу повышения конкурентоспособности экономики. В работе коллегии приняли участие министр экономики Татарстана, заместитель премьер-министра республики, глава Кукморского муниципального района, заместитель генерального директора ПАО «КамАЗ» и многие другие. Стоит отметить, что площадка Казанского федерального университета была выбрана не случайно, ведь именно университет является той самой сокровищницей знаний, где особенно динамично развивается кадровый потенциал. Могу сказать, вот даже сегодняшняя выставка, то, что сделано Казанским федеральным университетом для поддержки бизнеса, для использования нашей площадки высшей школы для развития бизнеса. Ну и те презентации, которые были организованными нашими предприятиями, импортоориентированные продукции, конечно же, это большой труд. Само мероприятие началось со знакомительного обхода в стенах культурно-спортивного комплекса. Представители различных институтов КФУ продемонстрировали участникам мероприятия важнейшие проекты и разработки, миссия которых заключена в том, чтобы улучшить ситуацию экономического рынка республики. Стоит отметить, что представленные проекты далеко не единственные, над которыми ежедневно идет кропотливая работа. Также КФУ принимает активное участие в развитии КАМского инновационного территориально-производственного кластера «ИНАКАМ». В число его кластерных проектов вошло создание инжинирингового центра в области создания гибких производственных систем механообработки и прототипирования. В первую очередь, проекты направлены на снижение инфраструктурных ограничений, которые связаны с модернизацией наших предприятий. Министр экономики Татарстана отметил, что «ИНАКАМ» сегодня – это современные нефтехимические и нефтеперерабатывающие предприятия, которые известны как на российском, так и на мировом рынках. Научно-образовательный комплекс представлен Казанским федеральным университетом и двумя национальными исследовательскими вузами. Старейший вуз России обеспечивает предприятие квалифицированными кадрами и передовыми инновационными разработками в области химии и нефтехимии, а также машиностроения. Сегодня во многом успешность реализации проекта «ИНАКАМ» зависит от предметной работы наших отраслевых министерств с федеральными органами власти. Реализацию центра «ИНАКАМ» способствует созданной в прошлом году решением также правительства России территории, опережающей развитие в городе Набежной Челны. А далее в течение мероприятия было озвучено множество докладов и представлены любопытные прогнозы. После детального обсуждения каждого встреча была завершена на весьма положительной ноте. Президент Республики Татарстана Рустам Миниханов наградил почетными медалями тех, кто внес значительный вклад в развитие экономики за прошедший 2016 год и поставил новую задачу – реализовать самые громкие планы по достижению новых побед. Кстати, говоря об экономике знаний, можно ли упустить такой вопрос, как поиск оптимальных путей наращивания этих самых знаний, начиная со студенческой скамьи? Именно о том, что хорошо и что проблемно в нашем современном образовании, дискутировали участники проекта «Политзавод» в Казанском университете. Дискутировали люди молодые и амбициозные, что вдвойне интересно, ведь очень скоро они и станут определять не только заказ на знания, но и выстраивать технологии передачи этих самых знаний. Мы предлагаем вам посмотреть некоторые фрагменты той дискуссии, что называется «Наподумать». Являясь студенткой 4-го курса университета, думаю, что в полной мере могу оценить преимущества и недостатки высшего образования, а также представить, каким оно должно быть – образование будущего. Если говорить о баллонской системе, то невольно прихожу к выводу, что такая возможность, как поступление в магистратуру по иному профилю подготовки, нежели по уже оконченной программе бакалавриата, преимуществом далеко не является. Магистратура – это знание более высокой материи. Магистрант должен быть в основах преподаваемых дисциплин, что как раз-таки дается на этапе бакалавриата, чего в действительности не случается. Еще одним таким недостатком введения баллонской системы является выявленная неготовность работодателей принимать на работу бакалавров. И в целом, большое внимание стоит уделить организации учебной и производственной практике. Ведь для студента крайне важно понять, каков его функционал и что его ожидает после окончания университета. И вот здесь считаю возможным вернуться к прошлому институту в распределении после окончания университета. И электронное образование. Куда без него в нашем современном 21 веке. Его значение велико. Возможность прохождения тестирования, просмотра онлайн-лекции. Время, я прошу прощения, время. Значит, переходим к Антону, пожалуйста. Спасибо. В завершение своего выступления Дарья отметила, что образование лучше, чем у нас. Здесь я с вами не соглашусь. Даже характеризуя картину, написанную Богдановым-Белинским в 1895 году, называется она «Устный счет». В картине отражено образование, которое давали в церковно-приходских школах до революции. И хотел бы заметить, что тот алгоритм, тот пример, который там был отражен, это уровень советской девятилетки. Поступить в Гарвард – это уровень седьмого класса. Поэтому рассуждать, тратить время на баллонский процесс я даже не вижу никакого смысла. Когда я зашел в эту студию, мне пришла идея, мысль использовать ее для создания своей электронной площадки. Время, Антон. Спасибо. Вашу мысль вы расскажете в следующем раунде. Хорошо. А мы переходим к лидеру нашего сегодняшнего пока состязания – Марселю. Я, наверное, сразу скажу, что я все-таки, наверное, я противник баллонской системы, потому что считаю, что все-таки должен остаться специалитет и действительно исконное советское образование. То есть, так скажем, не зря во время Холодной войны переманивали советских специалистов, так почему же сейчас нам предлагают эту баллонскую систему? Здесь, конечно, мы можем отметить, что подготавливают именно бакалавров, и у студента есть выбор – или он становится бакалавром, или он становится магистром. Конечно, большинство людей посчитают, что мне будет достаточно лишь только бакалавра, и здесь бакалавр дает только какой-то базовый пласт знаний, поэтому, конечно же, здесь все-таки мы не сможем получить компетентность специалистов. Что касательно электронного образования, оно может являться новшеством как практической значимостью для внедрения основного образования, но ни в коем случае не заменять, потому что мы никак не сможем компенсировать роль педагога и роль студента в этом взаимодействии. Это живое человеческое взаимодействие, поэтому электронное образование лишь только как площадка дополнительного и самостоятельного изучения. У меня все. Спасибо. Слушаем Дарину Фролову. Я хотела бы разделить данный вопрос на две части. Во-первых, я думаю, что не нужно смотреть далеко вперед, на 50 лет будем смотреть ближайшую десятилетку. Но это век технологий. Скорее всего, будет компьютеризировано, будут вебинары, будут тестирования, как говорили уже предыдущие спикеры. Ну и, скорее всего, то, что приемная комиссия, она уже не будет так актуальна, как сейчас, и не нужно будет практикантов отправлять на эту комиссию работать. А второе, касаемо самого образования. На данном этапе действительно существует огромная проблема по поводу бакалавров. Я являюсь конфликтологом, и очень многие и политики, и деятели говорят, что конфликтологи нужны. Но у нас почему-то нет практических знаний и направления в практике, когда бы нас отправляли в государственные учреждения, и могли бы мы все свои теоретические знания использовать на практике. А также можно посмотреть, сколько атлас профессий. К 2020 году будет очень узконаправленные специальности, и медиатор, одна из таких в социальной сфере, и находится на третьем месте. Поэтому я считаю, что у нас все время. Спасибо. Итак, мы переходим к работе с залом. Для того, чтобы жизнь вам не казалась такой прекрасной, будет три вопроса только. Кто первый поднял руку, тот молодец. Пожалуйста. Вопрос Кати. Да, Ирина, образовательные услуги, которые сейчас повсеместно производят, как по-вашему, как сочетаются эти два слова? На мой взгляд, о чем и говорила нынешняя министра образования, что в принципе терминология услуга вообще абсолютно никак неупотребима, и в этом я с ней абсолютно солидарна. Спасибо. Второй вопрос, пожалуйста. По всей стороне мы наблюдаем массовое строительство различных кампусов и прочей такой штуки. На ваш взгляд, что лучше, строить новые вузы, или может быть лучше увеличить зарплату старых вузов и обновить инвентарь? Спасибо. В данном случае, наверное, поддержу вашу точку зрения, ввиду того, что скорее улучшить нужно инфраструктуру в старых университетах и поддержать ту базу, которая там есть, то есть ту закалку, которая там есть. Но, тем не менее, не забывать о инновационных каких-либо проектов, которые обязательно должны быть реализованы. Спасибо. Вопрос Рагида Толчинского. Если позвольте, очень короткий вопрос по поводу вашего высказания. Вы сказали, что за возврат к системе распределения обязательно выпускников. Вот куда бы вы хотели, чтобы вас в принудительном порядке распределили? Спасибо. Помните совет Морозова? Люблю юриспруденцию, пойду куда угодно служить во благо закона. Спасибо. Катя Акстериалович. Поблагодарим ее. Итак, Антон, который не закончил свою мысль, может быть в процессе вопросов. Пожалуйста, вопросы. Второй вопрос, да. Я хотел бы продолжить вопрос человека и дополнить его таким вот словом. Смотрите, вы говорите, образование заполняется другими заботными странами, и их аналитиками, поэтому неправильно. Посравним семиклассника российской школы средней и студента Гарварда. Кто из них оказывается лучше и почему, на вас взгляд? Спасибо. Я не могу так посравнивать эти аналитики. У меня такое мнение сложилось, что вы собираетесь поступать в Гарвард. Прекрасный ответ. Какой вуз в России вы считаете лучшим? Спасибо. Какой вуз в России я считаю лучшим? КФУ. В пользу случаем еще раз поблагодарим Казанский иранный университет за представление. Спасибо огромное Антону. Благодарим его. И переходим мы к Марселю. Пожалуйста, вопрос на Марселю. Что же все-таки ждет в будущем студентов? Выбор именно рабочих профессий? Слесарь, токарь, еще там машинист? Или все-таки работостроение, образование по дисциплине интернет? Ну вот сейчас мы видим то, что выбор рабочих профессий. WorldSkills способствует всему, чтобы повысить престиж рабочей профессии. Машинисты, токари, как вы говорили, различные сферы. Но мы никак не можем отрицать то, что будущее поколение наше живет в мире, так сказать, виртуальном. Поэтому для будущего ребенка, безусловно, планшеты и будут способствовать образованию. Спасибо. Девушка, я, так сказать, вот... А вы все должны быть в высшем образовании общедоступным? Либо стоит проходить определенные этапы, и сложно, чтобы было поступить в университете? Должно быть общедоступным. Но все критерии должны соблюдаться, чтобы люди поступали по праву, и все было честно. Спасибо. Марсель, тут такой вот вопрос. Смотрите. Система специалитета в России прижилась давно и очень хорошо пользовалась. Но мы сейчас пользуемся системой куколариат. Но очень многие спорят, приживется она или нет. Но вопрос в другом. Зависит ли качество образования этих двух систем? Ведь самое важное для преподавателей, знания, которые дают студентам, и дисциплина студентам. И именно в таком случае мы будем получать качественные образования людей, в зависимости от любой системы. Зачем нужно работать? Нужно работать действительно над преподавательским составом, над тем, как мы даем этот, наверное, пласт знаний. Конечно, можно за краткий курс пройти столько, что вы не пройдете за один год. Поэтому преподавателям совершенно согласен, что является, конечно же, базовым ключом, который дает знания. Поблагодарим Марселя этому третьему вопросу. Итак, вопросы для Дарина Фролуру. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, электронное образование не приведет ли к увеличению эффективности и компетенций, включаемых студентами? Ну, я считаю, что действительно нужно все-таки разграничивать как электронное образование, так и теоретическое на местах. Потому что иначе невозможно дать грамотное, хорошее образование людям. Поэтому, ну, мне кажется, здесь... Можно еще раз? К приобретению эффективных компетенций. То есть мы же не видим, кто... Да, да. Скорее всего, то, что возможно это, и это будет огромный минус этого образования. Поэтому, да, лучше все-таки разграничивать, как я ранее сказала. Очень важно, коллеги, взаимопонимание между тем, кто спрашивает, и те, кто понимает. С языка дефиниции, пожалуйста, на простые вопросы. Пожалуйста, какие-то вопросы. Да, я блондинка, извините. Пожалуйста. Вопросы? Да, пожалуйста. Очень простой вопрос, потому что вы сказали. Вы сказали, что очень жалко, что конфликтологов не посылают на практику в органы государственной власти. Какой конфликт вы хотели там обнаружить и изучить? Нет, я считаю, что можно работать с населением, да, потому что в основном возникают конфликтные ситуации, когда люди приходят и просто кричат. И здесь можно просто урегулировать, и молодые специалисты могли бы попробовать себя как быстро и грамотно решать конфликтные ситуации. Вот. АПЛОДИСМЕНТЫ А, извините, вот это вот, да, теперь его расшифровку, скажите, пожалуйста. Гендигра, то есть включение в процесс компьютерных игр. Спасибо вам за этот линк. Я не считаю то, что именно компьютерных игр, но будет здорово, если будут практические знания, которые будут формировать у ребят вот эту вот живую систему, как в жизни. Они будут проигрывать эти моменты. Это будет здорово, да. Это был третий вопрос, благодарим. Возвращаясь к празднованию Дня науки. Нельзя не вспомнить, что в тот день в Москве вручили не только премии за достижения в науку, но и определили самые антинаучные деяния. С этим вот, надо признать, в России сейчас все очень запутано. Академия наук вдруг, к удивлению многих, не то чтобы в России, в мире признала гомеопатию лженаукой. Министерство образования куда более осторожно и при большем понимании общества назвало самой антинаучной программой на телевидении битву экстрасенсов. И пока тут общественность билась в разбирательстве, что хуже, гомеопатия или экстрасенсы, на звания лженаучные публично заявились российские социологи. Вообще с этой наукой в последнее время в мире не все в порядке. И дело не только в том, что ярких и по-настоящему умных в ней совсем мало. Проблемой с социологией стало еще и то, что по определению это инструмент в принятии тех или иных решений, в обосновании тех или иных действий, зачастую абсолютно волюнтаристских. Простите за выражение. То, что социология пошла по рукам, и ее методы давно не актуальны, подтвердили только что состоявшиеся выборы в США, референдумы в ряде европейских стран, когда социологи попадали пальцем в небо. То ли по невежеству, то ли потому, что вовсе не социологией занимались. Вот у нас все чаще стало проявляться, простите, антинаучное нутро того, что объявляется социологией. Некая как бы социологическая группа, типичный абитуриент, может смело в будущем претендовать на звание самого антинаучного проекта. Она решилась на большое и благородное – оценить вузы страны на основе откликов самих студентов и построить на основе этого рейтинг лучших и худших вузов. Ого, вот это работа, подумают многие. Но типичные абитуриенты от социологии не стали себя утруждать. Они изобрели фантастически прохиндейскую методику, которая позволила им на основе, внимание, 600 постов в социальных сетях, а в 85 вузах страны создать этот самый рейтинг. Все это гении назвали «сливы». Нетрудно понять, что о репрезентативности тут речи не идет, впрочем, как обо всем другом, что составляет типовой инструментарий социологии. И вот уже рейтинг готов. Так, на основе 9 сливов у себя на страничке, из которых негативных целых 4 они объявляют именно самых плохих вузов. Там еще есть по 8-15 лайков у каждого слива. Так вот, рождается на наших глазах социология сливов и лайков. Новое слово в лженауке. Не хочется уходить в детали, но тут очевидно, что помимо непрофессионализма, вот такого как бы рейтинга попахивает заказухой и элементарной глупостью. Мне лично очень стыдно за вузы, которые выдали когда-то дипломы таким вот спецам. Хотелось бы эти вузы знать, ибо именно их и можно по праву считать худшими. Кстати, как казалось, студенты очень недовольны своими вузами. Вы знаете почему? Потому что там заставляют учиться, как роботов, и даже отчисляют, если они этого заслужили. Ну, то есть не учились. А лучшими вузами признаны те, в которых, как пишут сами авторы исследования, с отличников не трясут взятки. О других речи нет. Что это? Ну, срам, например, в который, впрочем, втянут весьма солидный информационный ресурс России. А еще, боюсь предположить, но такого рода псевдосоциология подкладывает почву для продолжения. Если дело также пойдет очень скоро, то, получив на руки, на базе социологии сливов и лайков, некие данные, можно объявить самым скверным телеведущим, например, в нашей стране, Дмитрия Киселева, руководителя того самого информресурса, который опубликовал это все. А дальше пойти дальше. И на основе сливов и лайков, например, объявить неэффективным президента страны. Продолжая тему. Вот сеть просто разразилась словами негатива в связи с пожеланиями народного артиста России, нашего Шерлока Холмса, Василия Ливанова, в адрес Путина не уходить. По методикам типичного абитуриента, Ливанов отныне самый плохой актер и режиссер. Впрочем, рядовая Казань не в сетях, а очень оригинально ответила злопыхателям сливов. Смотрите сами видео из Казани минувшей недели. Казань не в сетях, а очень оригинально ответила злопыхателям сливов. Казань не в сетях, а очень оригинально ответила злопыхателям сливов. Напоминаю, что это информационно-аналитическое шоу. Смотрите сами. Все-таки шоу у нас одна из главных тем. И поэтому мы переходим к более легкой по содержанию, но очень сложной по форме, насколько я понимаю, теме. Теме, связанной с становлением нашей республики Федерации Чирлидинга. Я правильно называю все, да? Федерации Чирспорта и Чирлидинга. И представляю моих собеседников. Это президент Федерации Чирспорта и Чирлидинга Республики Татарстан Резвуфатых. Добрый вечер. Здравствуйте. И вице-президент Федерации старшего тренера сборной команды Республики Наталья Сулейманова. Да, очень приятно. Первый вопрос, наверное, одинаковый от всех к вам звучит. Что это такое? Да. Потому что, когда вы сейчас начнете рассказывать, все все поймут, да? Ну, слово так звучит страшно для нашего еще уха, да? Ну, конечно. Какие футболы, мы вроде понимаем. Конечно, да. Чирспорт и чирлидинг – это такой, можно сказать, на самом деле, новый и развивающийся вид спорта в Российской Федерации. Официально включен в реестр видов спорта, да? Мы можем его найти на сайте Министерства спорта Российской Федерации. Он имеет свои правила, да? То есть свои требования к судьям. Все это очень четко регламентировано. Есть ЕВСК – Единая Всероссийская спортивная классификация. Это тот документ, который регламентирует порядок получения званий и разрядов. То есть выполнение норм каких-то. Теперь проще скажу. Вот проще, да? Да, теперь проще скажу. Все мы это видели в американских фильмах. Все видели девушек-болельщиц прекрасных, худых и красивых. Да. Да, которые друг друга подбрасывают, ловят. Это причем не только девушки, но и юноши. То есть зародилось все именно там. Это очень похожий на акробатический танец, что ли, да? Акробатик. Знаете, не совсем. Я себе позволю сказать, что чирлидинг сейчас разный. Он объединяет множество дисциплин. Есть, конечно, сложные акробатические дисциплины. Называются они чир и чирмикс. Это как раз-таки то, что из Америки к нам пришло. Есть также танцевальная дисциплина. О них подробнее коллега моя расскажет. Да, и вообще сборная, она из кого состоит? Что звучит-то сборная? Да, да, да. Ну вот я поэтому и хочу сказать еще раз, что этот вид спорта очень массовый, красочный, как шоу-программы. Почему? Потому что объединяет, как раз в эти программы объединяет в себе выполнение не только акробатических и гимнастических элементов, но и танцевальных движений. И очень большой фактор – это синхрон команды, это позитив, энергия и артистичность. То есть были включены соревнования и созданы правила по более доступным видам, дисциплинам, нежели чем вот эти акробатические пирамиды, как в Америке. А сборная, возвращаясь к вашему вопросу, сборная в последующем будет состоять из сильнейших спортсменов, которые будут выигрывать чемпионаты Республики Татарстан официальные. Так как федерация только прошла аккредитацию, то нам предстоит еще проводить эти соревнования. Но в данном случае, в это воскресенье, будет проводиться первый отборочный турнир для формирования сборной команды Республики Татарстан для участия в первом официальном первенстве и чемпионате России по этому виду спорта, который будет приходить в конце февраля в Москве. А вот такой гендерный вопрос. Это все-таки женский вид спорта? Мы не можем так сказать, нет, потому что есть и смешанные команды, и сейчас они набирают обороты, становятся все более популярны. Но вот среди... Сильные парни обязательно нужны, потому что они поддерживают девушек. Это вообще замечательно, да. Васильный парень всегда замечательный. Да. А вот сейчас, даже вот братья в аудиторию Казанского университета, 44 тысячи студентов, из них 2 трети – это девушки. Вот они сейчас смотрят и думают, куда кинуться, вот как этим спортом заняться, куда идти, кому обратиться. Есть кто-то, кто уже втянут в эту орбиту, а кто-то вот сейчас увидит это все, услышит, и как вас потом искать? Конечно. Ну, нужно к нам обращаться, наши контакты есть и на сайте Министерства спорта, да, и на наших собственных сайтах и в соцсетях. А что они для этого должны уметь? Или просто хотеть очень должны? На самом деле можно ничего не уметь. Я могу вам сказать, больше 20 лет опыта работы, я заслуженный тренер Республики Тарстан. И могу сказать, что очень часто большое желание и большое трудолюбие побеждают даже таланты. Поэтому при большом желании можно к нам просто прийти, попасть в хорошие руки волшебного тренера, скажем так, да, с большими амбициями. Вот. И тренер сделает свое дело, то есть это совместный такой хороший труд. А вот еще, когда речь заходит о спорте, всегда возникает вопрос о возрастном ограничении. Ой, у нас вообще замечательный вид спорта, почему? Потому что охватывает разные возрастные категории. Это дети до 8 лет, младшие дети, потом детская категория 8-12 лет, юниорская категория до 16, и 16 лет и бесконечно старше, это взрослые чемпионаты. Причем наш вид спорта очень классный для тех, кто завершил свою карьеру в художественной гимнастии, фигурное катание, акробатики, балерные танцы. То есть мы их с радостью всех ждем к нам, для того, чтобы они продолжили свой профессиональный путь. Может быть, даже в нашем спорте у них получится выполнить мастера спорта, попасть на чемпионаты мира, потому что у них уже много опыта. Допинг возможен? Нет. Раз есть чемпионат мира официальный, то, естественно, допинг-контроль присутствует на всех официальных соревнованиях. Здесь он тоже присутствует? Конечно, да. Ну и перспективы выхода на Олимпийские игры, поскольку было проанонсировано, что эта тема тоже обсуждается вами сейчас со средствами массовой информации. Есть такая перспектива? Или это просто мечты пока? Совершенно верно. Буквально недавно исполком Международного Олимпийского комитета признал нашу Международную Федерацию черлидинга. То есть предварительный такой олимпийский статус. Маленький такой шаг на пути к олимпизму. То есть на данный момент, конечно, существенных каких-то резких изменений как таковых нет, но тем не менее к нам присматриваются к нашему виду спорта и, возможно, его будут включать в программу Олимпийских игр. Есть у нас такая вот мечта. Тем более Олимпийские игры, раз будут, например, проводиться, если будут проводиться в Лос-Анджелесе, то есть Америке, а это их нет. В 24-м году. А их вид спорта, причем на очень высоком уровне, естественно, они захотят представить его не просто как демонстрационная программа, а именно как официальный вид. Поэтому мы очень надеемся, что они это сделают. И мы уже своими спортсменами в Республике Тарстан будем вливаться в сборную России и представлять уже, скажем так, бороться за право, что мы тоже лучшие. Да, что касается международных игр, еще добавлю, очень-очень хотим включать дисциплину черлидинг в такие мероприятия, как универсиада. Сейчас будем активную работу в этом векторе вести. Также Дети Азии, международные спортивные игры. Мы очень дружим с Федерацией черлидинга Республики Саха и Якутия, которые летом 2016 года презентовали этот вид спорта на играх. И очень хотим в Монголии уже соревноваться по данной дисциплине. Обязательно татарстанские команды будем отправлять. Нам остается только зарядиться теперь потенциалом типового болельщика, для того, чтобы его платить на долгие годы вперед, уже болеет за нашей командой вот в этом неведомом для нас, но очень знакомым визуально в виде спорта. Вот как раз про визуал. Рассказывать о красивом виде спорта, не показав его, неправильно. Конечно. Отсюда вопрос. Готовы ли нам сегодня что-то показать, что именно и кто будут те, кто это покажет? Черлидеры у нас, конечно, всегда готовы. Это наши спортсмены, воспитанники Натальи Сулеймановой, а также воспитанницы поволжской студентки поволжской академии спорта. Занимаются девочки недавно, но у них впереди большое спортивное будущее в чирспорте и чирлидинге. Смотрим. А вы смотрите сами, мы с вами встретимся ровно через неделю, а сейчас выступление чирлидеров нашей республики. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok